Давай, Кастан, на выход, давай, пошли, 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 девчат поделаем, пошли, давай, пошли, 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 девок поделаем, давай, пошли, давай, пошли, пошли, давай, пошли. так друзья значит подогнали мне вот такой парализатор для свиней сейчас так вкратце расскажу как ним пользоваться и расскажу сколько он стоит и где заказать цена такого парализатора полторы тысячи гривен его тут просто включаешь в резетку здесь включаешь и и таким образом вот а так в этом месте вот в этом месте вот в этом месте получается а ну каштан стой кашташа вот в этом месте получается его так чмы резко и все и он падает и вы можете все делать кто там в сердце кто в шею кто там как вот так он выглядит я друзья ссылку на этот парализатор ссылку на этот канал который делает их парализаторы делает сам оставлю под видео и закреплю его комментарий вверху каштана я выпустил специально мне надо понять там двух свинок он сейчас травы поезд и пойдет сюда здесь не надо погонять этих вот тут две свинки начинают загуливать у меня это кабан кассирую но он первое они 20 то есть после 20 погулять но уже видно по петлям но еще не стоят сейчас понюхает хряка завтра будут стоять как на морозе то есть а так мы с санькой занимаемся сараем и так же у нас еще есть не очень хорошие новости высыпай а так саня бетонирует рыжунька 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 хорошая девочка хорош а так я пора с этом ставлю подкормку корыцу такой и вот так вот воду и вот кнопка наша отошла отходит вернее обнаружил сегодня или наступила или придавила не знаю еще но еще вздохи есть поэтому посмотрим что дальше если что я просто уберу но на судя по всему придавила наверно наступила я так смотрю типа задние ноги не фурычат наверно наступил на эти все нормально сегодня им получается 9 дней завтра будем колоть железо повторно давай туда может наступила скорее всего да наступила но всякое бывает ну я как бы на это не настраивает не обращая особо внимания а сильно любит шпарыш наш каштан я думаю друзья так по каштану сделаю еще у меня две свиноматки опоросица я этим каштаном покрою двух свиноматок и потом будем вырезать его будем кастрировать его и на новый год его закопчу на копчение пущу всего скастрируем как раз получается июнь июля в сентябре октябрь ноябрь ну почти полгода по будет без яиц покормлю его и под новый год туда на копчение целого за коптим то и все вот какое я принял по нём решение еще покрываю двух штук после опоросов и будем пускать его на копчение давай паси 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 каштан паси паси сейчас начнут бегать не лишь бы чтоб они пока контактировали с ними все вот эти две лишь бы контакты это у меня две две поросные а вот эти вот две должны загулять вот одна и там 2 лишь бы понюхать так чисто для запаха и больше мне от каштана пока ничего не надо я их покрою ёршином искусственно поэтому вот так все каштан жизнь налаживается как у нас на разведке друзья мы думаем наведем тут у него порядке ему не мешать и он нам не мешает давай до дома кашташка каштан 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 давай сюда давай сюда каштанчик давай давай работе к сюда пошли все нормально все свои тут вот так друзья каштанчик санька правил каштана все он уже тут собака понюху пойдет да нанюху бери парализатор да и давай сюда карьер расскажи что ты карьеру карьеру вот уже вечер что мы сделали мы поставили все перегородки кто еще не знает это мы поставили нижнюю часть 50 сантиметров что поросят они перескакивали и будем обшивать листом а сверху просто горизонтально там две-три трубки что-то придумаем то уже такое короче установили мы эти все перегородки по уровню перепад сделали с этой точки на ту на длину 3 метра клетка 3 метра перепад сделали 12 сантиметров то есть по 3 сантиметра по 4 почти сантиметра на метр уклон сюда идет на ожог и так все мы сделали поварили все на закладную стойку она зальется еще бетон и к стойке этой перегородку и так все эту сторону мы уже и песком всю потрамбовали подняли так как надо а эту сторону еще немножко надо песка довозить мы тут начали завозить на это может завтра на заливку попробую чуть-чуть в гранатцев добавлять еще песка тут а тоже надо чуть-чуть слой будет сантиметров 8-10 где 8 где 10 а так ну получается вот мы это все на готовили заливать будем на утеплитель и вот так по клетке по клетке будем заливать завтра мы с утра начинаем заливать поэтому так на каком этапе конечно саней проще вот эти все тяжелые работы быстрее я и свою успеваю делать по дому по хозяйству и также по сараю короче завтра начинаем заливать это что касается самих клеток ну а дальше будем уже там уже по накатанной воды набрали 350 литров назад а на заливку надо будет тут у меня шланги сюда хватает с колодеза еще наберем то не проблема аська со мной да все друзья такие у нас делаю по сараю вот так кстати в этом сарае саня говорит что как сюда заходишь как другой мир может то нам так кажется ну вот так все всем пока а сейды зовут саня прорезал болгарки в прошлом году чуть больше чем надо и сюда вытекает вода перелил так вот так вот так Продолжение следует...